Ребят, всем привет! В Москве сейчас проходит фестиваль времена и эпохи. В общем, на какое-то время Москва превращается просто во множество тематических площадок. 300, по-моему, клубов исторической реконструкции принимают в этом участие. Ну, поистине, могу вам сказать, это потрясающее и очень интересное зрелище. Еще раз повторяю, мы не касаемся никакой политики, а рассказывают только исторические факты. Политики мы не касаемся. Итак, шапка. Шапка гвардейского типа. Называется она в русской транскрипции «кальбак», во французском «le colbin». Кальбак – это кивер, который снаружи обтянут медвежьим мехом. Если мы снимем с него мех, то увидите, что это обычный гусарский кивер. Обтянут медвежьим мехом. А, это медвежьим мехом, настоящий. Обтянут медвежьим мехом. Хорошего вам дня. Это что, дни у нас, французская? Это французская форма. Французская форма. Французская форма. Вы можете вас сфотографировать со шляпой? Головной убор, одену. Головной убор, да. Это кольбак, литровой, головной убор. Это зимний, да, вряд ли? Круглогодичный. А это прям вот они в таких ходили? Да, это быту ходили в лагере и на конюшни чистили лошадей, ухаживали за лошадьми. Потому что конь мог наступить неудачно, переступить ногой и наступить на ногу в сапоге, в кожаном, тогда тяжелая травма. А сабу они спасали вот именно от таких травм, когда лошадь, они своенравные, могут там сбрыкнуть, переступить, и да, не дай бог на ногу копытом кованым попадет. Ну да, спасибо. Глазовец и радост. Спасибо. Вот такие вот. Выставка фотографий. Практически здесь всегда выставка. Это что они такое делают? Свечи. Свечи? Да. Как интересно. Покажи, пожалуйста, свечку. Ой, как красиво у тебя получилось. Спасибо. Круто. Молодец. Вроде терпеть боль. При этом есть такой еще момент организм. Это врач. Когда вы получаете ранение какое-нибудь, особенно если это с какой-то суматохи не так, там это, резал колбасу и случайно порезался. А когда в какой-то стрессовой ситуации, человек даже не замечает. Поэтому у бойцов и современных, если он откуда-то выбегает, там и с подальными травмами, и с подальными травмами. Правы, конечно. В первую очередь, было, но это больше не для полевой хирургии. Парижа. Посмотри, как я с клювом врач. Почему я делаю этот клюв? Видишь, смотри. Он видишь, стоит. А ты что-то рассказываешь. Своего рода противогаз. Да, ну да. Думали, что поможет. Сможешь, не сможешь. Сможешь, не сможешь. А вот это что-то. Там русские уже. Они уже подходят. Николя. Николя, так. На краю. Победа Васильевна и Красная. Ура! Ура! Победа Васильевна и Красная. Ура! Можно было свистоять и налево, и на правой руке застегнуть. Потому что, если, допустим, на одной вы застегнули, а уже рука другая в клетчатке, и очень сложно ее продавать. Так, а вот там у вас перестать, да, ключевые? Нет, это специальная подготовка для изготовления шляп. А, понятно. В одну сторону, противник, куда я попал. Тогда, может быть, он попадет. Разлет на 30 метров до полтора метра. 30 метров полтора? Да, в любую сторону. Попасть достаточно сложно. Поэтому стреляли в большинстве количества. Времена и эпохи. В XVIII веке, XVIII-XIX век, вообще стал развитием искусства цирюльников. Потому что цирюльники сами, они были известны издам. Еще во времена Древней Греции, Древнего Рима, Египта, цирюльники были уже известны своими уникальными способностями. А если мы будем говорить о Средневековье, всем этим занимались отдельные, разные представители разных профессий. Но к XI-XII веку начал складываться именно образ цирюльников, которого вы видите и сейчас в том числе. Другое, да, там разноцветное такое. Вот как раз это унтер-офицерский состав. Унтер-офицерский состав следил за тем, чтобы весь личный состав правильно выполнял команды, держал строй. Потому что основная сила пехоты, это в сомкнутости рядов, в совместном залпе, в совместном маневре проекта. То есть вот такое ораво количество. Это сейчас мы видим, да, мы там 12 человек. А тогда ходили там коробками по 100, по 150. И таких несколько коробок было. И надо было правильно ими управлять, маневрировать. Потому что фронтом они идут, или сомкнутым строем. То есть это все надо было грамотно управлять. И целый ряд людей отвечал за то, чтобы команды эти правильно выполняли. Похлебку варят. И чай кипятят. Ммм, что же там варится-то, а? Надо посмотреть. Тут реальная курица варится. И запах обалденный. Она варится целый день, видимо. Тут такой холодец будет. Рецепты. Вирус. Картофель. Луковый соль. Лимон, капуста, тыква и лук. Все настоящее. И колбаса, ребята, настоящая. И яйца настоящие. Рассматривала текстуру. Это у них уже было в 19-м году. Да, то есть до этого не было военной констанденты вообще. Ну, имеется в виду, что прецедента не было. Он был первый, кто, в общем, воспользовался средствами массовой информации для того, чтобы продвигать статус своей компании, своей армии. Правила проведения. Называлась Великой Армией, да? То, что создавала... Да, Лакран Рабун. Да. То есть она так и называется. Великая Армия Наталиона. То есть, понимаете, даже на названии уже в том, как это произносится, он уже заложил величие. Вот, и были специально облачные дамы, их вызывали мадисты, которые эти шляпки усилили. Да, да, да. Офицерская палатка. Солдата? Себя? Ну, комплекты русского пехотинка. Порядка статистик на все. Русский лагерь. Если мы посмотрим, какие... Можно ли это? Если, опять, на отличительной части гвардии, я не буду надежать. У шмага в правом, нет? А свободно лево. Да. Значит, залом должен быть справа, а вот за край поможет, что нет, и наоборот. А, понял. Интересно. Первый пионерский паук. Так, ну-ка, что тут у наших пушки? Как мне нравится вот по всей Москве, такие шикарные, классные детские площадки. Это, вон, корабль-песочница. То есть ты вышел с ребенком и, пожалуйста, везде гуляй, играй. Это вот как раз бесплатные аниматоры, ну, если можно так сказать, от города, с которыми можно фотографироваться. Они ростовые куклы, которые хватают вас, а потом требуют пять тысяч за фотографию. Во всей видимости, они здесь танцевали. Видите, сколько элегантных дам и кавалеров. Спасибо.